здравствуйте сегодня у меня пикировка и пикировать я буду колеус он у меня уже подрос значительно уже засиделся можно сказать а в схожести сейчас поговорю с вами сеяла я вот такой колес гибридный superfine rainbow master blends здесь была смесь соката селекции значит что про него сказано это полукарликовая серия в общем с великолепным ветвлением и поздним зацветанием название арен был это радуга так ну вот смотрите посеянные они были 7 0 1 да вот сегодня месяц и один день им они развиваются хорошо ну конечно грунт они уже переросли этот по всхожести семян было здесь 10 штук вот написано 10 штук здесь у меня час я вам скажу сколько не посчитала одна вот прям вообще массе пулечка вода видите вот она она недавно зашла значит 6 штук и вот еще зашла какая-то травка видите похожая травка на землянику правда же похожи но не думаю что это земляника так ну вот значит стоя как буду пикировать очень легко и просто как все остальные культуры ну большой тут смеси окрасок я не вижу в основном одинаковый но вот этот может отличается и вот этот которым оси пулька взошла тоже видите немножко другого вот считайте 4 штуки одного сорта вида и две разных то вот это я не знаю какой так ну это вот один у меня колес а другой я посеяла немножко попозже 28 01 посела 5 семян от садов россии я делаю пометочку для себя лично чтобы знать как проявлять себя семена именно от производителя определенного вот это красный бархат вот такие семена были посеяны значит его количество здесь 5 штук указано о извините 15 но я посеяла 5 штук вот у меня написано в кружочке что 5 штук я посеяла и как видите стопроцентный результат тоже хорошо семена значит упакованы были вот смотрите 11 22 вот именно по этой причине видимо семена и взошли хорошо тоже такие интересненькие уже цвет какой-то определенный приобретают я их порыхлила но им еще сидеть 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 так и непосредственно пикировки сейчас давайте перейдем по тут но я буду пикировать 100 граммовые стаканчики это самый лучший вариант для первой пикировки а потом можно будет спокойно перевалить без как говорится растение даже этого не почувствует а а и 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 углубление в виде луночки потому что у меня ну вот видите какой корешочек сейчас я вот так вот сделаю вглубь для основного корня и корни я не прищипываю не имею такой привычки почему потому что я хочу сказать вам когда вы прищипываете корень основной который длинный для того чтобы была система мочковатая чтобы разветвление корней пошло это тоже хорошо конечно но это опять же минус в чем что вот когда нет вот этого основного но главного стебля и в случае того что на допустим вот вы вовремя не полили растения да и она будет вот эти верхние корешочки которые они очень быстро пересыхают и растение может пострадать от этого вот понимаете я не заглубляю до семидолик чуть-чуть может быть там на миллиметр 2 я заглубила но я не заглубляю а вот этот основной корешочек который длинный он найдет влагу так как у него есть для этого все условия понимаете что я имею ввиду вот всегда вот когда делаешь на камеру так возишься кажется а без камеры раз-два и готова вот поэтому вот так именно по этой причине вот видите он коротенький здесь вообще хотя он большой так то тоже вот сейчас немножечко вот так разгребу сашу его аккуратненько сохраняя корешочки вот я прям чуть-чуть заглубляю чуть-чуть потому что у него такой стволик знаете у этого у колеса он как водянистых считается вот такой как будто как немножко прозрачный сейчас я потом полью вы прямо немножечко полью обязательно потому что но я всегда поливаю чтобы затянулась маленечко чтобы грунт обнял растение тем самым и она маленько опустилась туда вот она стоит нормально все стойчиво вот так вот я пикирую пикировка колеса завершена этот пускай еще подрастает он еще малышок но уже симпатичный и хочу сказать что стаканчики я не стала дырявить я наверное не договорила видите я не стала ничего проколы никакие делать не срезать вот тут вот с боков потому что я сейчас объясню дело в том что вот этот торф который входит состав грунта для пикирования хоть он и 50 на 50 скажем так но быстро пересыхает очень быстро пересыхает и когда еще уходит немножко не задерживается нисколько то прям хоть каждый день через день поливай в целях того чтобы больше влажность задерживалась я не стала делать дренаж не стала сыпать вермикулит ничего я уже умею поливать рассаду но если вы начинаете только заниматься этим то конечно лучше сделать проколы в избежание чтобы ничего не загнило не дай бог все и и замульчировала я сразу же чтобы не образовывалась корочка чтобы не надо было их быстрее рыхлить я этим же самым вот в котором они росли я этим же и замульчировала здесь торф в основном так что нормально ну все я желаю всем удачных пассивов отличной пикировки пусть наши растюшки растут и развиваются нам на радость скоро будем сеять томаты перцы сначала потом томаты будет все очень интересно подписывайтесь на мой канал пишите советы пожелания комментарии буду рада с вами пообщаться не забудьте поставить пальчик вверх я стараюсь для вас всем всего хорошего и до новых встреч